Каждый день ровно в 8 утра Виктор на своем посту. Работает охранником в 10-й школе несколько лет. У него рентгеновское зрение. Пройти и остаться незамеченным шансов нет ни у кого. Здравствуйте, Ксения Казакова, Реутовская телевидение, я Кольга Сергеевна. У вас документы есть? Да. Здесь, как на строгом паспортном контроле в аэропорту, имя, фамилия, документ, удостоверяющий личность, служебное удостоверение и к кому идем. И такие требования ко всем сюда входящим. Вы можете подождать. Я созваниваюсь с директором. Он дает добро. Я попрошу ваши документы. Прошу ваши документы. Регистрирую их в книге. Просто так невозможно. Ни взрослым, ни детям. Вход в школу строго по пропускам. Они есть у каждого ребенка. Выход тоже. Посторонним вход запрещен. Родители могут находиться только возле здания учебного заведения. И это приказ Министерства образования. А это еще одна дополнительная мера безопасности. Металлодетектор. Его используют в случае, если охрана заподозрит неладные. Кроме того, школы оснащены системами видеонаблюдения. Наша школа оснащена камерами видеонаблюдения. Их установлено 74 штуки. 19 у нас установлены для наружного видеонаблюдения. 50 для внутреннего. И 5 у нас установлены в подвальных помещениях. Сейчас в школах уроки. Все по расписанию. Но уже на этой неделе в сетке занятий, например, старшеклассников, появится дополнительный час. Приведут его педагоги-психологи. Посвящен он будет безопасности и разбору Ивантеевской трагедии. Там школьник беспрепятственно пронес в здание пневматическую винтовку. И никто не обратил на это никакого внимания. Но первыми ценные указания получат руководители школ и учителя. Реутовское управление образования уже готовит особое распоряжение. На сегодняшний день, наверное, это наша комплексная задача и педагогов, и родителей по предупреждению таких вариантов, таких происшествий. Мы со своей стороны, мы напишем, подготовим необходимые нормативные дополнительные акты по усилению контроля и нахождению детей в рамках безопасности в образовательных организациях. Что послужило причиной трагедии в подмосковной Ивантеевке, выясняют следователи. Сейчас известно, что оружие подростку подарили родителям. Школьник, устроивший бойню, уже прошел психиатрическую экспертизу. Ее результаты будут через несколько дней. Тем временем психологи высказывают свое мнение. Я думаю, что здесь уместно говорить о специфике подросткового возраста, потому что в данном случае детям, подросткам очень важно внимание, очень важно взаимодействие со сверстниками. И если это взаимодействие не складывается по каким-либо причинам, то, возможно, это служит провокацией таких ситуаций. Еще одна возможная причина ЧП – слишком сильная виртуальная зависимость. Это происходит, когда ребенок предоставлен себе. Вина здесь родителей. Именно они должны контролировать все, что смотрит, читает и чем увлекается их ребенок. Ксения Казакова, Сергей Сомов. Для РТВ.